Привет, друзья! В 2020 году я совершал очередное свое восхождение на вершину горы Эльбрус. И мы жили в палаточном лагере на высоте более 3000 метров. У меня заболело горло. И в горах это реальная проблема, потому что на высокогорье человеческий организм самостоятельно не восстанавливается. Нужно либо спускаться вниз и лечиться, либо применять препараты. У меня, к сожалению, почему-то всегда есть аптечка, но в этот раз у меня не было таблеток от боли в горле. И я даже немного расстроился, потому что впереди сложное восхождение. Мой друг говорит мне, не переживай, мы сейчас насобираем ромашки, календулы, ты ее заваришь, будешь полоскать. И она пройдет. Так и случилось. Через 2-3 дня я вылечил свое горло. Я был приятно удивлен и запомнил это. Это было очень неожиданно для меня. То есть правильное применение травы, растений мне помогло. Но со мной была и обратная история. Лет 15 назад я активно катался на сноуборде в Донбайе. И в Донбайе тогда зимой продавали такие огромные травяные пакеты со всякими сборами. Я покупал, вообще не читая, что там за сборы, обычно так, о, приятно. Брал домой, заваривал с чаем, с медом совсем подряд. Делал это постоянно, мог пить и по нескольку раз в день. Пока не выпью пакет, я вообще не останавливался. То есть в какой-то момент у меня начинает болеть голова. Она болела у меня почти каждый день. Я пошел консультироваться со специалистом. Методом исключения он определил, что я в принципе не поменял свой образ жизни, только начал пить постоянно эту траву. В итоге, когда я убрал траву из своей жизни, вот так вот на повседневно, боль, головная боль прошла и все стало на место. То есть получается так, что неправильное применение вот этих травяных сборов мне навредило. И я это тоже очень сильно запомнил. С тех пор я к травяным сборам отношусь достаточно аккуратно. Недавно, несколько месяцев назад, к нам, к нашей чайной команде присоединилась Яна. И Яна травница. Она ездит на сборы, общается с травниками, читает литературу. Я знаю, что она очень увлекающийся в этом плане человек. И я попросил Яну, чтобы она сегодня нам рассказала немного, что же такое травы. Потому что мы все знаем эти тысячи, сотни, десятки этих историй, сказок, где какие-то травники варят что-то. И мне на память приходит такая сказка «Хоббит». Все, наверное, помните, там был маг Радагаст Бурый, который лучше всех разбирался в травах. Он был магом и при этом он мог варить какое-то зелье. А еще в 90-х, я помню, смотрел «Черную комедию» с Мэрил Стрип. Фильм назывался «Смерть ей к лицу». Так вот, там колдунья варила зелье, эликсир вечной молодости. И вот, Яна, откуда это пошло? Но не бывает же дыма без огня. Кто же такой травник? На самом ли деле он что-то там варит по ночам в полнолуние, может быть, готовит зелье, которое может превратить что-то в кого-то? Расскажи, пожалуйста, кто такой травник и что он делает? Ну, конечно, травники в том числе и варят, и выпаривают, и едят, и пьют. И жгут, и вообще всячески взаимодействуют с травами. И да, может травником быть и шаман какого-нибудь племени, но это может быть и фитотерапевт с высшим медицинским образованием и что-то среднее между этим. Но для меня травник – это человек, который умеет собирать травы, правильно их заготавливать и взаимодействовать так, чтобы это приносило пользу человеку. Здорово. Ну, тогда я, пожалуйста, позадаю тебе вопросы на тему трав. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас, подпишитесь обязательно на канал, поставьте нам лайк, потому что нам, как начинающим травникам, очень важно ваше внимание и ваша поддержка. И еще один момент. В конце выпуска я попросил Яну, чтобы она рассказала несколько важных лайфхаков, которые необходимо знать просто каждому человеку о травах. И это еще не все. В конце выпуска мы разыграем конкурс. Условия конкурса и что, какое будет вознаграждение, вы узнаете в конце. Поэтому смотрите до конца и поехали дальше. Я все вопросы подготовил в карточках, потому что их очень много. Поэтому, если вы не против, я буду их читать. Вообще, расскажи, пожалуйста, сколько существует в мире трав и с каким количеством травник работает? Ну, трав сейчас известный человеку около 400 тысяч. 400 тысяч? Да, при этом каждый год открывают новые виды трав. Бывает и по несколько тысяч в год. Поэтому это просто огромный мир. Но травники могут взаимодействовать и только с одним растением, как, например, шаманы Южной Америки могут и как современные травники использовать по нескольку десятков трав в своей деятельности. Поэтому бывает по-разному. Шаманы в Южной Америке это те самые, которые варят энтогены, растения. Я помню, что дурман относится к таким растениям, которые изменяют, так сказать, сознание. Нет, мы сейчас не занимаемся пропагандой таких растений. Но, тем не менее, мы с вами знаем, да, что существуют в Южной Америке маты, паду парагвайские, которые тоже многие любят. И это не чай, надо не забывать, да. Ну и дальше уже идут какие-то другие растения. Мы сейчас про них не будем. Но это те самые, получается, шаманы, которые вот занимаются этим. Да, те самые шаманы и те самые растения. На самом деле, это очень глубокий подход к взаимодействию с травами. И не все так эзотерично, как может показаться на первый взгляд. Поэтому это... Я надеюсь, прошу прощения, что перебиваю. Я надеюсь, ты здесь такое ничего не заварила. И о том, что мы сейчас пьем, ты в конце выпуска нам обязательно расскажешь, да? Да, хорошо, окей. Так, я понял. Но все-таки, возвращаясь немножечко на бытовой уровень, почему вообще травы? Как ты здесь оказалась, в этом мире, в этом мире трав? Какая у тебя профессия? Чем ты занималась? Или ты прям училась на травниках? Что это такое? Откуда это пошло? Ну, образование у меня высшее по специальности менеджмента и маркетинга. И перед тем, как начать увлекаться травами, я работала несколько лет в рекламе. Как-то попала на очень подробную дегустацию китайского чая. Очень сильно впечатлилась, решила как-то углубиться в эту тему. Уговорила всех в офисе прорекламировать чайную школу и в том числе как раз-таки на нее походить. И вот мы ходили в чайную школу. И в какой-то момент, помимо китайского чая, у меня уже стали появляться какие-то травы. Ну и все, меня было уже не остановить. То есть все-таки, получается, в травы пришла через чай? Да. Сначала был чай, потом травы. Конечно, и раньше как-то взаимодействовала понемножку с травами, растениями. Но так, чтобы это делать уже осознанно, то да, это началось после китайского чая. Так, а вот вопрос, смотри. Я вот занимаюсь активно горами, альпинизмом. И вот у альпинистов есть некое место силы, мека так называемое, да? Это Непал, Эверест, все туда стремятся, кто прям очень активно занимается. У травников. Если у места такое у травников, некое место силы, куда каждый травник или почти каждый травник профессионал стремится попасть, что это за место? Не могу, конечно, говорить за всех травников. Думаю, что у нас в стране это, конечно же, Алтай. Но для меня такое самое травное место силы – это та самая Южная Америка. И вот те шаманы, про которых мы уже говорили. Потому что хоть и растения там другие, но подход мне хотелось бы перенять и когда-нибудь поучиться у кого-то из них. И попробовать это делать с растениями, которые растут у нас в местности. У них, например, есть даже такие интересные способы обучения, как диета с растением. То есть это может длиться от недели до вообще нескольких лет, при этом сопровождаться уединением в лесах Амазонии. И сами представляете, насколько это сильно и глубоко получается изучение растения. Это прям травная диета? Это что, несколько дней, месяцев, лет, что ты только эту траву кушаешь, пьешь, ешь? Что это такое? Ну, не совсем только эту траву, но да, ты с ней взаимодействуешь во всех видах всевозможных видов. Грубо говоря, если напиток, то только в основном с этим растением получается, допустим. Да, но ты в том числе и диету соблюдаешь тоже по питанию. Очень много чего исключаешь, но чтобы как раз-таки сосредоточиться и почувствовать эффект. На этом растении, да? Это очень интересно, да. Ну, а вот ты упомянула Алтай в России, да? Вот только лишь Алтай на территории России является... Ну, вот все говорят о том, что Алтай — это самое большое по своему... Самое многочисленное по травам место. Там самые вкусные растения, там самые лучшие растения, там их больше всего. Так ли это на самом деле по Алтаю? Ну, не совсем так. То есть мы все знаем, что, например, в Абхазии вкусные мандарины, в Азербайджане — гранаты. Так и с травами. Например, по своему опыту, самый лучший Иван-Чай Кипре — это в средней полосе России, конечно же. Вот удивительное открытие, например, этого лета. Лучший клевер, оказалось, растет в Кабардино-Балкарии. На перевале Актопраг. Лучшая пижма мне встречалась в Ярославской области. Лучшая пижма. Так, так, так. Да, лучший... Я начинаю встречать тут названия, которых я до этого не особо знал. Что такое пижма? Ну, это на самом деле лекарственное растение. И с ним лучше, если вы его не знаете, особенно не экспериментировать, потому что оно ядовитое. Но при этом, если знаете, как пользоваться, то оно очень целебное. А вот еще клевер для чего собирают? Ищут все-таки тот клевер, у кого там определенное количество листочков? Или для чего собирать клевер? Ну, клевер — это тоже очень классное такое общеукрепляющее средство. И иммунитет хорошо поддерживает, силы придает. Причем забавно, например, по-белорусски клевер называется конюшина. Конюшина. Да, это вот как раз передала тоже знание мне травница, у которой я обучалась. Даже вот так можно прослеживать какие-то такие моменты и обучаться. В том плане, что лошади едят его не просто так, а чтобы восполнить быстро как раз-таки силы. То есть лошади любят клевер получать? Да, конечно. Также и человек тоже вот где-то в походе. Может, тебе тоже пригодится, если нужно подкрепиться, и у тебя вдруг не оказалось с собой еды. Ну, мало ли, всякое бывает. То можно поесть клевер, он довольно вкусный. Можно поесть конюшина. Быстро восстановят силы, да. Так, это здорово. Ну, я пока пью, я пытаюсь привыкнуть к этому вкусу, чтобы потом в конце выпуска обязательно рассказать свое ощущение от того, что я пью. И это, правда, для меня было удивление, то, что мы сейчас пьем. Ну, так, и окей, я в начале выпуска рассказал свою историю про горло, про горы, про то, как у меня заболело, и что мне это помогло. Я уверен, что раз ты этим постоянно занимаешься, то у тебя есть свои какие-то интересные истории, может быть, какие-то прям из ряда вон выходящие, какой-то опыт, который бы ты хотела бы рассказать, связанный с травами, с растениями. Ну, конечно, есть у меня такие истории. Например, я так познакомилась с довольно сильным растением Саган Дайля. Думаю, многие его знают, как раз и по чаю, да. Вот, работала как раз-таки в офисе еще пока в рекламе, и перед Новым годом было прям очень много работы. Я подумала, что надо как-то отвлечься. Пошла в чайный магазин какой-то, который был рядом, и попросила что-нибудь, ну, такое прям вообще необычное, интересное. И девушка мне говорит, ну, вот, возьмите Саган. Ну, и наверняка она, конечно же, мне рассказала, как его правильно заваривать, но я, видимо, это проигнорировала. Подумала, ну что, я чай, что ли, сама не могу заварить? Вот, пришла в офис, взяла жмень у Сагана, закинула. У меня тогда еще была просто такая здоровая пол-литровая кружка. Залила ее кипятком, поставила еще настояться. И пока я работала, потихонечку выпила, и тут просто меня бросило в холодный пот. Какое-то очень странное вообще самочувствие появилось. Я подумала, что, ну, наверное, заболела. Подумала, о, нет, еще так не в тему, столько работы сейчас, такой период. Ну, как-то ничего, доработала. Пришла домой, сразу легла спать. С утра проснулась, ну, нормально, бодрячком. Пришла с утра на работу, взяла жмень у Сагана, закинула в кружку, залила кипятком. Наш человек. Оставила настояться подольше. Опять его пью, понимаю, что это не я заболела, и просто окей, гугл, Саган Дейля. И поняла, что его нужно заваривать там буквально, ну, пару веточек или даже пару листиков. Этого достаточно даже на пол-литровую кружку. Ну, и вот так я поняла, что все не так просто с травами, и довольно много нюансов. И, ну, в каком-то смысле, это меня даже заинтересовало, конечно же. Получается, вот такое вот у тебя было садокомство. Но ты тогда еще в травы не погружалась. То есть, это было просто... Ну, толком нет. Ну, круто. Это прям крутая история про Саган. Я про Саган очень много таких похожих историй знаю. Как люди такие говорят, а, нет, Саган, как-нибудь потом. Ну, или что-то такое. Потому что, да, действительно, все нужно применять в меру. И вот такой вопрос. Вот, понятное дело, что организмы у всех разные. И как и к еде мы по-разному восприимчивы, как и к напиткам по-разному восприимчивы. Я думаю, что с травами такая же, абсолютно такая же история, что мы по-разному воспринимаем вот это состояние, которое нам дают травы. Кому-то оно помогает, кому-то не помогает. Но вот все равно есть же, существует какой-то, будем так говорить, стандартный список трав, которые в основном действуют одинаково на всех. Вот есть ли, можешь привести примеры таких трав, которые, ну вот точно, допустим, этот успокоитель, этот там как разгонитель, что-то такое, активатор. Ну, конечно, есть. И, в общем-то, они и стали известны, потому что они почти на всех так работают и воздействуют. Ну, из успокаивающих трав это как раз-таки всем известны ромашка, душица, мята, мелиса. Мята, да? Мята успокаивающая, да? Да, конечно, мята успокаивает, хотя она охлаждает и летом, почему бывает в каких-то напитках, в лимонадах, и кажется, что она как будто бы бодрящая. Так, ромашка, мелиса, мята, лаванда. Это все успокаивающе, да, получается? Да, но если что-то, например, из-за этого наваза вдруг не действует, то есть, конечно, и что-то посильнее, типа пустырника. Но, опять же, пустырник, например, очень горький, и от него прям сразу хочется спать, поэтому не всегда они под каждую ситуацию подходят. Из бодрящих трав, ну, опять, тот же саган, про который мы говорили, хорошо бодрят адаптогены, то есть, например, китайский лимонник. Ну, кстати, еще лимонник есть и крымский, который, железница крымская, татар-чай, он так мягенько очень тонизирует, вот. А из адаптогенов это еще элиутерокок, корень элиутерокока, тоже, наверное, многие знают. Он и для тех, у кого низкое давление классно подходит. И один из моих любимых, это вот корень радиолы розовый. Он и вкусный на вкус, и как-то мягко воздействует, ну, и вообще, это такой еще и природный антидепрессант. При этом, как раз-таки, вот, он и бодрит, но и в каком-то смысле успокаивает. Ну, не то, что успокаивает, а ты в каком-то спокойном, ровном состоянии можешь активно действовать, продолжать работу, что, ну, не так легко делать, когда ты напился каких-то успокаивающих трав, и ты просто очень вялый. Я понял, даже для себя уже такой списочек набросал того, что я действительно встречаю это, и в том числе и в горах где-то, да, и понимаю, что теперь что-то можно и перед сном попить, вместо того, чтобы пить на ночь чай. А вот еще вопрос. Раз уж мы пошли уже по списку, посоветую какой-то такой. Ну, не все травами занимаются, не все разбираются вот в травах, и некоторые боятся, допустим, кто-то не хочет пить чай или кофе, ну, с удовольствием бы попил что-то травное, но боится, к примеру, что это слишком какое-то лечебное, какой-то такой лайтовый сбор, может быть, травяной, который было бы приятно попить с чем-то, неважно, с медом, без сахара, ну, вот как угодно, что-то просто такое, на повседневное какой-то сбор, приведи пример. Да, на самом деле можно пить почти все ферментированные плодово-ягодные листья, это и очень вкусно, и никаких противопоказаний нет, то есть вполне себе даже каждый день это можно пить. Так, ну, подожди, вот я перебью, ферментированные листья, это что, я где угодно могу купить пойти ферментированного листа черешни, что ли? Ну, не знаю, ну, по крайней мере, у травников точно это можно купить, да, и уже... То есть это, в принципе, не проблема купить, если при желании? При желании, конечно, не проблема. Ферментированные листья плодовых деревьев. Да, да, то есть их можно спокойно... А вот еще такой у меня вопрос, походу, раз уж мы за листья плодовых деревьев. Меня вот всегда интересовало, вот есть растения, которые дают плоды, и которые, ну, вот я, допустим, знаю, что абрикос – это плод, который вкусный, персик – это плод, черешня, вишня, но меня не интересуют их листья. Связано ли это с тем, что дерево, скорее всего, все отдало в плод, поэтому в его листе абсолютно все бесполезно, тогда зачем мне ферментировать лист черешни? Я возьму, может быть, есть растения, которые не имеют таких плодов красивых, вкусных, да, и тогда, может, у них... Есть ли какая-то взаимосвязь между тем, что все самое лучшее уходит в плод, а если плода нет, то все самое лучшее уходит в лист или в корень куда-то там? Ну, вот как вот здесь? Ну, да, можно сказать, что есть такая взаимосвязь. Могу привести пример из своего опыта. Когда мы собирали листья с вишневого дерева и ферментировали, то вкус травяного чая получался более вишневый. А когда мы собрали летом вишневые листочки... Когда вы собирали его до появления ягод? Да, ну, то есть весной. Когда до появления ягод он был сильно вишневый? Он был, да, вишневый. А уже летом, когда появились зеленые уже завязи ягод, он был на вкус более травяной, такой свежий. То есть уже этой вишни не было получено? Да, когда появляется плод, то, конечно, вся сила уходит в плод. А до этого, ну, в общем, постепенно от корня к стеблю, стволу... А, ну, то есть в целом, если поймать этот момент до плодов, то в листьях есть какие-то и ароматические. Да, конечно, очень много. Да, окей, хорошо. Это вот прямо интересно. Мне понравилось, правда, ферментацию. Ну, мы о ней чуть позже, наверное, поговорим. Ты расскажешь, как ее ферментировать? Я тут выйду у соседки в огороде, наферментирую что-нибудь. Так, ну я все-таки пытаюсь утащить в свою сторону, в сторону леса, в сторону гор. Мы часто в походе в горах, в лесу встречаем древесный гриб чага. Расскажи, что ты знаешь про чага, чага-чай. Да, популярный сейчас такой и чай, и гриб. Есть даже у нашего отечественного миколога такая книга «Чага. Звездный час». И реально, мне кажется, как будто бы какая-то минута славы сейчас у этого гриба. Вполне заслуженная, очень много полезных свойств у него. Например? Ну, что, например, какие? Ну, для меня это все равно больше общеукрепляющее и иммунное средство. А, ну это достаточно, все окей. Хотя, его многие позиционируют как панацею от всего на свете, в том числе и от онкологии. Но, опять же, пока у меня нет такого опыта, я не могу тоже как-то это утверждать. Слушай, ну поддержание иммунитета – это уже достаточно круто. Да, и он довольно вкусный. Единственное, что, будьте осторожны, он очень твердый. И я сама об него ломала кофемолку. Ну, его, в общем-то, собирают с топором или даже бензопилой. Потому что он твердый, как камень, хоть и легкий. И если вы его собрались купить, то лучше покупайте либо уже реально какой-то сбор с чагой, либо его измельченным. Потому что, ну, это целое дело, его из цельного куска. Потом эти кусочки, нужно его размачивать, отламывать. Это слишком сложно. Это бьет желание вообще его пить. Ну, а ошибиться тоже можно? Конечно. Его часто путают с трудовиком. Вот. Поэтому тоже, ну, сами лучше его не собирайте. Если не знаете, не собирайте. Все понятно. Окей. А еще такой вопрос, что касается здоровья. Раз уж мы затронули тему иммунитета. Вот мне очень часто в продажах, в практике, человек, который уходит в сторону здоровья, который начинает активно следить за своим, так сказать, внутренним состоянием, за телом. Я слышу, я пью только зеленый чай. Вот только зеленый чай, потому что это вот здоровье. Ну, ты так, как ты занимаешься травами, скорее всего, ты тоже следишь за своим здоровьем, по всей видимости. Ты тоже только зеленый чай пьешь? Ну, конечно, я стяжу за своим здоровьем, но пью не только зеленый чай. И более того, зеленый чай я, скорее всего, пью реже всего. Во время сбора трав я пью в основном травяные чаи. Которые сама готовишь? Да. Ну, не обязательно, но в основном, да, конечно, да. Вот. А в остальное время пью китайский чай, очень люблю. Причем пью чаще всего, наверное, пуэр. Пуэр, шу, чем шен больше, да. Так, шу, пуэр, что еще пьешь? Очень сильно люблю белый чай. Белый, белый хороший пью. И габу люблю тоже. Габа. Так, вот ты сказала за время, когда собираешь, когда сбор, да. Это примерно какие месяцы? Ну, вот мы в Краснодарском крае же. Что у нас является временем сбора? Летом. Летом. Ну, опять же, смотря что собирать. Начинать можно с весны и заканчивать осенью. Причем даже зимой тоже есть что пособирать. Просто, ну, опять же, какая у вас цель, что хочется пособирать, нужно знать. Так, и тогда вопрос такой. Раз уж про поездки заговорили. У меня, как у чайного такого человека, очень погруженного в чайную тему, существует чайный чемоданчик. То есть, если я куда-то еду, я рассчитываю время, сколько я буду в дороге, где я буду, как я буду заваривать чай. То есть, для меня взять с собой чай, это вообще первоочередной, как паспорт взять. То есть, я всегда... Я уверен, тогда у тебя, получается, тоже есть чемоданчик, но травяной, наверное. Что в твоем травяном чемоданчике? Да, я тоже уже, конечно, никуда не езжу без трав, ну и без чая тоже. И всегда с собой беру какие-то травы и для того, чтобы вкусно попить, но какие-то и травы вместо таблеток даже. Ну, то есть, есть у меня какие-то экстренные средства, если нужно срочно поднять себя на ноги, там, буквально, допустим, за сутки, если вдруг стало плохо, то это зверобой, тысячелистник и кудин. Кудин, кстати, да, наверное, чайные люди знают тоже такое. Я напоминаю, кудин — это у нас разновидность падула. Да. Да, и в нем есть кофеин. Да. Да. Вот, ну и он очень горький. Ну и, например, зверобой, тысячелистник вместе с кудином — это максимально горькое средство. Для чего ты его используешь? Для того, чтобы быстро восстановиться, если чувствуешь, что начинаю... Энергию? Энергию. А, простывать? Нет, да. Это противовоспалительное средство. Причем, ну вот в течение дня, допустим, или под вечер выпиваю термос такого настоя, стараюсь выспаться хорошо, ну, желательно пропотеть. И с утра почти всегда я просто просыпаюсь уже здоровая и прекрасно себя чувствую. Ну, а с чайным чемоданчиком, с травяным я понял, да. А подожди, а что в твоем? Мне тоже интересно в чайном чемоданчике. Я вот без шу-пуэра тоже никогда никуда не езжу. Так, ну у меня, во-первых, да, это 100% шу-пуэр, потому что это утро. Потом там обязательно будет красный чай. Это обязательно. То есть вот шу-пуэр, красный чай. Остальное, вот в принципе, остальное может туда попасть по настроению. То есть я могу с собой габу взять, я могу с собой взять, кстати, иван-чай. Потому что я понимаю, что, ну там, допустим, в горах вечером я не пью на ночь чай. Потому что он меня возбуждает. Ну да, вот то, что перечислили, да, пуэр, красный. А так остальное по вкусу. И раз уж мы затронули тему иван-чая, я знаю, что досмотрела мой выпуск про иван-чай, который был 13 выпусков назад. И вот там я рассказывал про то, что иван-чай в России появился в такой массе своей, в основном благодаря как раз таки мошенникам, фальсификаторам, которые вместо чая пытались народу, населению втюхать иван-чай, который похож. Признаться, он похож на красный чай. Вот. И вот как ты к этому относишься вообще, в принципе, твое отношение к иван-чаю как к продукту и вот к тому моменту, когда действительно была вот эта фальсификация? Что ты можешь сказать на эту тему? Ну, я рада, что иван-чай выделился все равно в какой-то особенный такой продукт, отдельный от чая. Потому что в нем действительно очень много витаминов, микро-макроэлементов, которые легко усваиваются и в нем нет кофеина. То есть его можно пить всем без противопоказаний, ну, за, может быть, каким-то вообще редчайшим исключением индивидуальным. Ну да, я, кстати, перебью тебя, я тоже не слышал, что у кого-то какое-то отдельное противопоказание. То есть в основном, будем говорить, на основную массу людей. В основном противопоказаний нет. Может, какая-то отдельная непереносимость, как, ну, не знаю, я не встречал таких людей, да, действительно. Да, поэтому можно его спокойно пить. Его сейчас очень много видов как раз-таки ферментации, поэтому каждый может и по вкусу себе его подобрать. Вот. Но единственное, что мне хотелось бы как-то развеять миф, что это какой-то древнерусский или вообще это просто какой-то русский такой наш чай и напиток, потому что, ну, это даже не эндемик. То есть он, это растение, кипрей, растет не только в России. Короче, это не его родина. Россия не его родина, получается, кипрея. Ну, это не единственное место произрастания. Да, он растет. То есть он растет и в Европе, и в Скандинавии, и даже в Америке. В Америке, да. Поэтому и там тоже люди его собирают, ферментируют и пьют. Когда я готовил прошлый выпуск про Иван-чай, я помню, что кипрея на Земле почти 50 видов. А 17 видов растет в России. То есть получается 37 видов кипрея не в России. Поэтому то, что мы называем Иван-чаем, это получается, мы называем его просто в России так. Да, да. А где-нибудь, грубо говоря, в Америке он называется, скорее всего, Джон-чаем, допустим. Ну, нет, ну, просто как-то по-другому. То есть, или, ну, скорее всего, может быть, его пьют и в составе каких-то травяных сборов. Может быть, и не отдельно. И, скорее всего, в древности так и пили. Просто я вспомнил, я просто вспомнил, почему его в России назвали Иван. И это странное такое было название. Ну, ладно, не об этом. Об этом обязательно посмотрите в выпуске 13 выпусков назад. Там вот я точно рассказываю, почему он называется Иван. Кстати, очень интересно. Но, и раз уж мы заговорили про Иван-чай, я просто понимаю по вкусу, что здесь есть Иван-чай. То, что мы сейчас пьем. Да. Рассказывай, что это такое. Мы сейчас пьем Иван-чай, но не просто Иван-чай, а с основными почками. Ага, вот да, я слышу, что основа точно Иван-чай. Думаю, ну что-то там добавили, сосновая почка. Для чего она там? Ну, думаю, что здесь это скорее, конечно, для вкуса. Потому что, чтобы пить что-то для какого-то лечебного воздействия, то должен быть совсем другой подход. И какая-то, в общем-то, очередность, концентрация. Ну, здесь мы один раз попили, то это просто для того, чтобы нам было вкусно и приятно. Угу, так, окей, а теперь такой вопрос. Я так как человек, глубоко интересующийся чем-то, вот давай о литературе немного поговорим. Я понимаю, что немногие любят читать, но я надеюсь, что все наши зрители любят читать. Вот «Вишневый сад», «Над пропастью воржи», что там у нас еще есть, «Поющий в терномнике», что из этих книг ты порекомендуешь почитать о растениях? Или у тебя есть какой-то свой список? Это тоже, кстати, конечно, классные книги. Вот «Над пропастью воржи» очень люблю. А, «Цветы для Элджернона», да? Для Элджернона тоже классная, да, книга. Вот, кстати, вообще моя любимая книга. Конечно. Из, которая про растения, конечно же. Да, я поняла, хотя сначала удивилась. Я могу порекомендовать что-нибудь, ну, такое, по-хорошему попсовое. Я еще, кстати, подожди, я перебью тебя. Я не все сказал. Я еще «Аленький цветочек» выписал. Я еще выписал «Антоновские яблоки», тоже, про «Дети кукурузы», «Дама с камелиями», «Калина красная», «Фан-фан тюльпан». В общем, все это про растения. Кстати, даже кроме шуток, есть у меня даже такой небольшой книжный лайфхак. Можно, да, в общем-то, исследовать растения через, ну, какую-то условно-художественную литературу. У меня тоже есть одна из любимых книг. Там в основном стихи и репродукции, в общем-то, живописи известные, посвященные растениями, какие-то легенды и, ну, больше факты об истории взаимодействия человека и растений, чем какой-то просто химический состав. Хотя, ну, в моей травмной библиотеке есть и книги по фармакогнозии, но мне кажется, если я сейчас их посоветую, то просто это там сразу отписка или... Все, не беспокойте меня больше. Да, да, не буду. Так, а подожди, вот насчет той книги, которая художественная, что это за книга? Эта книга, вот она, что сверху лежит, «Любовь к ботанике» называется. Любовь к ботанике, да, очень красивая книга. Она написана в художественном стиле таком, да? Да, да, то есть там вообще полностью художественная. А, например, из такого, что почитать, чтобы это было, ну, в общем-то, и полезное, и просвойство растения, но при этом и, например, прям, ну, красивая, интересная книга, выдающиеся растения, которые изменили нашу жизнь. Можете погуглить. Она легко читается и, ну, как раз, ну, здорово проникнуться значимостью растительного мира в жизнь человека. Вот, я думаю, это для начала самое то. Или можно даже исследовать через детскую литературу, потому что, думаю, все мы знаем, что когда хотите в чем-то разобраться, нужно это объяснить кому-то. Так, ну, в общем-то, такой принцип в детской литературе тоже работает. И у меня есть и детские книжки, какая-нибудь там занимательная ботаника. И на самом деле я их не исключаю, они тоже много полезной информации мне дают. Я, кстати, раз уж ты заговорила за книгу, которая как бы художественная, да, но она мне, не именно там, не ботаником написана, да, наверное, кем она написана? Это ботаники написали? Нет, я думаю, что нет. Нет. У меня такой похожий есть пример. Я читал книгу, которая называется «Три чашки чая», которая совсем не про чай. Но, в которой есть три строчки, которые заставили меня начать изучать, как пьют чай в других странах. То есть вот там была фраза, что когда ты пьешь чай впервые из Балтии, но Балтия это народность в Пакистане, когда ты впервые чай пьешь с непальцем, с пакистанцем, то ты чужак, второй раз ты почетный гость, и третий раз ты становишься родственником. И я такое думаю, интересно. То есть у меня вот эта фраза, она заставила меня перекопать кучу литературы, в том числе был у меня недавно выпуск литературный про книги, да, в том числе и там я это изучал. То есть мне стало интересно, что это за традиция такая, и вообще как люди пьют действительно чай в других. Да, и вот это, получается, ты сравнила, мне было интересно. А еще сейчас, но это уже не относится к растениям, я читаю книгу «Муравьи». Это художественная книга, которая написана, у меня такое ощущение, что я читаю сейчас и зоологию какую-то, и в том числе и встроенная в художественную книгу. Это очень, конечно, круто, и авторы молодцы, когда они пытаются объединить это, потому что просто так читать книгу даже про чай невозможно. Сплошняком прочитать книгу про чай невозможно, потому что меня интересует конкретная глава какая-то. Я прочитал и пока отложил ее, закладочку сделал, и могу к ней вернуться через месяц, через два года. А про культуру взаимодействия разных народов с напитками тоже очень интересно, потому что абсолютно в каждой культуре есть традиция взаимодействия с растениями, и в том числе какое-то испитие травм. Это да. По поводу растений еще вспомнил. Твоя подруга передавала как-то пакет, с лавровым листом. И я готовлю дома такие специальные сублимированные супы, сам готовлю, вакуумирую все это дело, запаиваю, для того, чтобы варить суп в горах. И вот в каждый такой пакетик я вкладывал этот лавровый листик, который был откуда-то привезен, который собрал какой-то конкретный человек. И я такое прям значение придал этому лавровому листу. Короче говоря, мне показалось, что он прям вкуснее кратно, чем какой-то лавровый лист, который продается просто в магазине. Хотя я понимаю, что, скорее всего, это, наверное, одно и то же. Но вот эта вот история, вот этот шлейф, что ты кто-то сделал это своими руками сам. Более того, я знаю, через кого это передалось, кто это привез. Ну, то есть как бы мы придаем этому растению очень какой-то такой уже другой какой-то смысл. И это, получается, делает вкуснее что-то там и напиток, и все остальное. Да, ну подожди, я бы сказала, что это не просто эффект плацебо какой-то. И ты это не выдумал, потому что можно даже погуглить промышленный сбор трав и, ну, в общем-то, ручной сбор. И я даже могу сейчас про это не рассказывать, просто посмотрите, и все станет понятно. В общем-то, и так. Про сбор. Окей. Мы сейчас пьем иван-чай. Я знаю точно, что ты участвовал в сборах иван-чая. Расскажи, что такое сбор иван-чая. Вот, кстати, ну тогда здесь можно упомянуть, что такое даже промышленный сбор иван-чая, и когда вы самостоятельно собираете и делаете себе, в общем-то, сами чай. Когда это делают в каких-то больших масштабах, то растение почти полностью, ну, это, в общем-то, такое длинное, высокое растение, которое берут за макушку и вот так просто полностью все листочки с него снимают. Фактически у него, я знаю, что у него нет стебелька, он прям к стволу. То есть листик прям приклеен к стволу, грубо говоря. Да, 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 вот. И, в общем-то, все листья эти и собирают, и складывают в мешок без разбора. Там поврежденные они или какие-то, не знаю, не такие. Да и вообще просто потом это очень грустно выглядит, когда такие голые стебелечки торчат. Ну, то есть, ну, у меня, конечно, более трепетное отношение к растениям. И есть даже такой, в общем-то, у травников обязательное правило, чтобы не собирать полностью все растение. То есть обязательно нужно что-то оставлять, чтобы оно могло восстановиться естественным образом и ему не навредить. То есть природа, конечно, с нами делится, но при этом надо этим пользоваться как-то умеренно и гармонично. Ну, то есть ты для себя собираешь очень выборочно, вот так не делаешь. Нет, для себя я вообще действительно собираю верхние листочки, только самые цельные. Сколько получает сборщик Иван-чая? Это как, вот их нанимают, это же получается сезонная история. Да. И в том числе, наверное, я так понимаю, что Иван-чай собирают, наверное, какие-то местные жители и куда-то там сдают. Сколько вообще? Это дорого, дешево, сколько это? Ну, с этим, конечно, у меня какие-то только грустные есть наблюдения, потому что, да, это, ну, в общем-то, сельская местность, где довольно-таки мало каких-то способов заработка, и люди в сезон, конечно же, собирают Иван-чай и сдают, и получают за это, ну, очень мало, там, что-то плюс-минус 100 рублей за килограмм. 100 рублей за килограмм зеленого листа, получается. Да. Да, понял. Ну, надо как-то потихоньку заканчивать эту историю. По поводу Иван-чая, который мы сейчас попили. Кстати, мне он очень понравился. Вот это какая-то дополнительный вкус, который там был, да? Сосна? Сосновая почка. Сосновая почка. Она дала какой-то свой, ну, немножечко расширила диапазон этого вкуса. Вообще, я хотел бы по результатам того, что мы сейчас проговорили, для себя, вот, в последнее время, особенно, как мы вернулись с гор недавно, мы собирали там шиповник, бруснику, малину, калину, и варили компоты какие-то. И это на самом деле было прям вкусно, потому что тут еще мы сами это собрали. Не важно, что там не было сахара, то есть мы пили это кислым, не так, как это бы сделала какая-то хозяйка дома, да? Но, тем не менее, это было очень вкусно, потому что, ну, мы понимали, что это вот здесь собрано вот здесь и сейчас, и это было прям здорово. И я так подумал, что мы все, наверное, забыли вообще о том, что мы, скорее всего, созданы были для того, чтобы находиться внутри природы. Мы же все животные по своей сути. То есть, вероятно, что мы были созданы для того, чтобы постоянно употреблять эти травы, что-то собирать, что-то есть, эти ягоды, кору, корни, может быть, я не знаю. Потому что, ну, я думаю, что человек был создан для того, чтобы быть внутри природы. И вот эти городская жизнь и все остальное, вся наша повседневность, она нас оттуда вытащила, отрубила полностью все эти знания, которые, скорее всего, когда-то наши предки этим всем владели, да? Каждый, наверное, был там травник. Скорее всего, каждый обычный человек разбирался в том, что ему нужно покушать для того, чтобы у него что-то не болело, там, что-то можно было покушать для того, чтобы перебить чувство голода, допустим, какой-то корешок съесть. Мы, конечно же, это все утеряли, но мне кажется, что если мы начнем хотя бы искусственно, самостоятельно пробовать это, продолжать исследовать, то есть заниматься вот этим изучением этих растений, не обязательно для того, чтобы себя лечить этим, а чтобы быть просто как бы внутри этого всего, внимательно относиться к природе, внимательно относиться к окружающему миру, и тогда мы, на мой взгляд, будем более гармоничные. Конечно. И жизнь будет более счастливая какая-то, более полноценная, потому что, ну, все, что связано с природой, оно создано не случайно. Да, конечно, но человек всегда был, есть и всегда будет частью природы. И да, ну, в общем-то, так мы можем и сохранять свое здоровье. И есть даже такое направление, не только фитотерапия, как лечение растениями, но и фитооздоровление. Это в том числе, в общем-то, просто пить травяные чаи, ну, не только, конечно, но так оздоравливаться. И, ну, это такая классная профилактика многих заболеваний на самом деле. При этом, да, ну, такая традиция взаимодействия с растениями, опять же, была всегда в каждой культуре. Это, возможно, вообще первое, что человек как вид начал делать, и как, ну, себя как раз-таки лечить, сохранять, питать. Вот, поэтому хочется эту традицию продолжать. И поэтому, например, мне так интересны шаманы Южной Америки, потому что они эту традицию хранят, вот, передают прямо испокон веков. И это работает, это действует. И они продолжают существовать. Да, и они живут, и живут здоровыми людьми. И это очень интересно. На этой положительной ноте мы будем заканчивать. И конкурс, условия конкурса. Я попрошу вас в комментариях написать ваш какой-то очень интересный опыт взаимодействия с лекарственными растениями, с просто какими-то растениями. Что было, для чего вы это делали, какой-то, может быть, интересный рецепт, или вы, может быть, вы от чего-то излечились, или, может быть, что-то, ну, для чего-то вы это делали. То есть, вот, напишите, пожалуйста, интересный комментарий о вашем каком-то прикольном опыте взаимодействия с растениями. Самые интересные комментарии мы отберем, и вас ждут приятные вознаграждения. Но спасибо тебе большое. А как же лайфхаки? У меня же есть то, что хотела поделиться, чтобы каждый человек знал и мог. Вот я понимаю, пожалуйста. Пригласили человека, он ответственно подошел к вопросу. Я попросил Яна, приготовь, пожалуйста, для людей лайфхаки. Да-да-да, так, отлично. Вот, и хотелось бы, да, поделиться, что, ну, например, во-первых, хороший травник – это живой травник, поэтому если вы не знаете, какое это растение, то и не надо с ним взаимодействовать, ну, либо посоветуйтесь, проконсультируйтесь у компетентного в этом деле человека. Хороший травник – живой травник, отлично, так, это прям мне нравится. Да, во-вторых, никогда не смешивайте в одном сборе травы с противоположным действием, например, успокаивающие и бодрящие. Приведи пример сразу. Ну, например, саган с ромашкой. О, отлично. Вот, третье – это как раз, ну да, вопрос, а как вообще понять тогда, какие свойства у трав? Ну, пейте травы в моно-виде, ну, то есть исследуйте их по отдельности. Ну, и вообще, в целом, особенно если только начинаете, избегайте каких-то сборов, где там 150 трав от 150 болезней. Четвертое – это пейте травы проливом. Вот, даже как сегодня, да, мы сейчас пили, то есть это не обязательно сложная церемония, это можно делать в типоте. Так вы можете как-то подобрать и для себя нужную концентрацию, ну, то есть вы уже как-то лучше отследите вообще влияние этой травы на ваш организм. И, ну, вообще, на самом деле, так… Проливом, травой – это здорово, да. Да, это еще и вкусно. И еще какой-то лайфхак? Пятое – да, я бы даже, наверное, дала бы вам задание, а не лайфхак, потому что лучший опыт – это собственный опыт, как ни крути. И просто выберитесь куда-нибудь на дачу к себе, родственникам, друзьям, или просто на природу, и попробуйте пособирать то, что вы знаете, ну, что-нибудь простое, даже из-за того, что мы сегодня перечисляли, там, лист вишни, черешни, ежевики, там, ту же мяту, и сами посушите, и сами потом как раз-таки попейте. И вот почувствуйте разницу, что такое, когда вы сами это собрали или купили в магазине. Вот. Будьте здоровыми. Здорово. И пара типот. Раз уж мы уже затронули типот, недавно прилетел вопрос от покупателя, что нет, я не хочу типот, потому что там пластиковая колба, я хочу, чтобы все было стеклянное. Ты пользуешься типотом? Конечно. Ну, пластик сам по себе – это не зло. Ну, какое-то нерациональное использование пластика, да, может навредить, но здесь пластик пищевой, и, ну, на самом деле, он, получается, такие же свойства у него, как и у стекла в этом случае, ну, для чая, потому что, ну, как раз не перебивает вкус, не впитывает его. Ну, и, ну, это все-таки самая хрупкая часть в типоте. Если бы это была стеклянная колба, то, ну, вряд ли бы долго прослужила, ну, вообще это было бы неудобно, и он стоил бы, наверное, еще в два раза дороже, поэтому, не знаю, мне кажется… То есть, в принципе, ничего тут плохого нет? Я так понял, единственное, что, наверное, глину, которая не покрыта глазурью, наверное, не очень, потому что не используют. То есть, все, что-то глазурированное, что-то гладкое, что-то не впитывающее получается. Стекло вообще не… Окей, все, ну, теперь точно все. Спасибо, ребята, спасибо, Яна, спасибо, что досмотрели. Мы будем продолжать такие форматы выпусков. Обязательно поставьте нам лайк, поддержите нас комментарием, вашим вниманием, подписывайтесь, всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.